Чем ближе день выборов, тем более жесткой и уживой становится критика партии власти в адрес социалистов как единственной оппозиционной силы в стране, открыто бросившей вызов олигархам. Крестный ход против крупнейшей партии, выступающей за другой путь развития Молдовы, возглавил олигарх номер один Влад Плохотнюк и подконтрольные ему средства массовой информации. Продолжение следует... Не пренебрегая любыми способами, оппоненты добрались и до родного села лидера партии социалистов Игоря Дадона Садова. Нелепые домыслы о том, что там его якобы плохо принимают, всего лишь огонь и оппонентов. Продолжение следует... 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 Он и нашему, 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 мы не знаем, он и школар, у него мы обучаем, мы знаем его очень хорошо. Дальше, до века, до века. Все, что это было хорошо в сад, все это было сделано. Да, и дороги, и лампы, и все, что мы имеем в ней, газ и так далее, все это было достоинство его. Он истинный по всей всей страны в городе. Он желает у него хорошая авторитетная 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 авторитетная, по поводу 70 лет, и я уверен, что он будет на 100% все садовы. Я не думаю, что я думаю, что это не так, потому что, в основном, я не буду делать. Я говорю вам серьезно. Я не знаю, но я не знаю, что у меня нет, если не выводится в Дозоне. И, действительно, он выдаёт, и он очень хорошо выдаёт, и он делает очень много в саду. Что вы выводите? Я, не только по Игор Дозоне, а не ровно, и я думаю, что не умер макар, пока я выйду на выбор. Игорь Дозоне, как у мамы, это очень хорошо, очень много я делаю в саду. Это не что-то на дынсе, что-то старое для нас. И для того, как и в Молдову, я думаю, что я делаю в саду. Игорь Дозоне, Игорь Дозоне, хороший парень. Он очень хороший, он учил в саду. Я работал с его парень. Игорь Дозоне хочет сделать очень хорошую работу для целого страны, так и для класса мучителей, так и для жителей в саду, для того, чтобы найти, где продать всю продукцию, всю марту. Как оказалось, слухи о том, что жители села Садова критикуют политику Игоря Дозона, всего лишь журналистская утка – провокационные, необъективные статьи, специально написанные перед выборами в парламент. Недавно они появились на нескольких информационных интернет-порталах. В публикациях, очерняющих якобы неправильную деятельность лидера партии социалистов, фигурируют лишь два человека, на которых ссылается журналист, как на источник информации. Это примар села Садова Екатерина Додон и ее секретарь Екатерина Чебуку. Те же в один голос утверждают, что акулы-пера переврали каждое их слово. Я стимиз журналисты, но я хочуprendить, что тратить и селератить корочеистые, что люди сподят. Если кто-то лично сказал что-то, это пэрерия персональной дате. Но если ты говори здесь умер, от него не было событий, но и сказал бы не, что Игорь Додон, дас я сказал что-то, что сказал что-то лично, которое было больно, мы знаем очень хорошие и очень важно, которые помогут Игор для садов. Я стимизу омени в спараде и в мене не интереса иметь в яхе, если он и экспонет фанатану, парерии дунеа лори, если это для того, чтобы сделать биле и саду, и с царей, я являюсь для этого, в зависимости от чего параде и в ко мне, и в коем случае, и в коем случае, в чем было тематику интервью-у, в фактически не было интервью, но просто не были ничем вши дни сомнениями, в Креону. Я хочу сказать, что в этой связи, в этой связи, в этой связи, Игорь Николаевич, который участвовал в большинстве, у них были очень хорошие вещи, но эти хорошие вещи не были написаны в репортаж. Я вам скажу, что у меня была журналистка на публикации, и я просто не сказал, что Игорь Додон это рущение нашей семьи. И не заинтересоваться. Я сказал, что он человек нашей семьи, мы его поддерживаем как один консетян. Игорь Николаевич, который поддерживает большинство населения, может сказать, 100%. И, чтобы не говорить много, кто хочет подтвердить, и предложить, что приедете в венере в 17-м саду культуры, в саду, они должны видеть, что будет плен, возможно, что ничего не будет. За годы правления евроинтеграторов граждане поняли, что страна движется в неверном направлении, и Молдове нужен другой путь. Судя по всему, никакие подконтрольные властям журналисты, порталы и телеканалы уже не смогут предотвратить неминуемое поражение проевропейских партий на предстоящих парламентских выборах.